Всем привет! Обещал на прошлом уроке продолжить теоретический урок об ударе слева двумя руками. Ну что ж, обещание дано, надо выполнять. Когда начинать поворот? Поворот связан с одной стороны со сплитом и сменой хватки, с другой с подходом к мячу. В начале этой серии уроков я подробно рассказал об основной концепции, но для кого этот ролик первый, напомню. Это способ поиска ошибки в своем ударе и подбор упражнений для ее исправления. В этой серии предлагаю своего рода матрицу, которая на практике работает так. Вы знаете, что-то не то. Нет плотности удара или надежности, или какая-то физическая боль, что угодно. И вы идете в самое начало. Сплит, степ и смену хватки. Если там не все в порядке, эти ошибки все равно догонят вас в фазе контакта с мячом. Но если все там чисто, идем к повороту и перемещению к мячу. Поворот и подход единое по времени движение. Он начинается после сплита и заканчивается началом ударной фазы. Итак, мяч в районе хавкорта соперника и начинается поворот плеч и подход к мячу. И то, и другое делается в одно время, но подход разберем несколько позже. Вот точка мяча. Это как раз то место, где начинается поворот плеч и таза. Время в этот момент заставляет нас поворачиваться. Если этого не сделать здесь, то придется пожертвовать фазой разгона и выносом ракетки. А это приведет к потере мощности. Смещение точки начала поворота за границу, обозначенную зеленым цветом, даст вам больше времени на качественный поворот и увеличит количество вариантов ответа. Будет выбор между тем, как сыграть. Быстро или неудобно. Косым кроссом или длинной полусвечой. Главное, смещение зоны начала поворота в данную зону полета мяча позволит выдержать темп вашего соперника. Это поможет нейтрализовать его действия. Тем, кто давно играет в теннис, знакома картина, когда идет долгий розыгрыш. Каждый ждет ошибки соперника, но позиционного преимущества никто не получает. Вот это как раз пример идеальной ситуации, когда оба имеют много времени на ответ. Это распространенная картина, где в итоге розыгрыш превращается в забег на большое количество метров или километров. Но это приносит победы, а вместе с ними и уверенность. Вообще в ударе есть три основных блока. Первый – это подготовка. Второй – это удар. Третий – выход из удара. Поворот с одной стороны граничен с подготовкой, с другой – с ударом. Если у вас великие планы выигрывать профессиональные турниры, то необходимо играть активно. Активность в техническом выражении будет заключаться в том, что граница, которая делит подготовку и ударное движение, смещается к точке отскока мяча. Этим вы оставляете мало времени вашему сопернику на ответ. Все. Фаза подготовки лежит в границах с блицстепой окончания подхода и поворота. И если смещение к точке начала полета мяча от ракетки соперника потенциально увеличит вашу надежность, то смещение окончания поворота к точке отскока мяча увеличит ваш темп. В современном теннисе средняя скорость полета мяча до отскока – 90 км в час. Этот полет длится менее секунды до касания мяча с кортом. И если сместить зону окончания поворота в зону отскока мяча, это значит, что и начать удар вы сможете раньше. И, соответственно, оставите меньше времени вашему сопернику на ответ. Мария Шарапова – очень яркий пример тотального атакующего тенниса. Она играет активно с любой точки корта. И чтобы добиться выдающихся успехов, мало просто возвращать мяч и терпеть розыгрыш. Необходимо не только нейтрализовывать темп соперника, но и увеличивать свой. Смещение границы окончания поворота создаст условия для раннего ударного движения. Главная перспектива будущего – смещение этой фазы вперед за точку отскока мяча. По времени поворот занимает около полсекунды. То есть это довольно быстрое движение, поэтому упражнения подбираются с учетом этого. Необходим набор упражнений, позволяющих развить соответствующие качества. Далее мы увидим, что технический поворот выполняется вокруг трех осей пространства. Только тогда он позволит создать идеальный путь для ракетки в фазе выноса. Но это уже техника. Здесь не касаясь техники выполнения поворота. Есть основные принципы. И один из них таков. Все наши движения технически связаны с мячом. Человек может научиться махать на месте ракеткой, как Федерер. Но что это ему даст, когда на него полетит мяч? Все наши движения выполняются, оцениваются и справляются с позицией четырех значений. С позицией четвертой, а это значит временной оси, на этом уроке мы оценили. Ну, а техника? А техника потом. Всего хорошего. С вами был Сергей Подоляк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok